Национальный клубный проект Русская кибернетика. 10 лет в эфире. Юбилейный сезон. Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодняшнюю русскую кибернетику начинаем с ремикса на сингл, который звучал и в нашем радиоэфире, и в трансляциях наших кибернетических припатий по пятницам. Несколько раз. Лейбл Deeper Motion Recordings представляет Суонаре и Клаудия Редамаль Come Back Home, на этот раз в ремиксе Андрея Кравцова. Доброй ночи, дорогие друзья. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лейбл Silk Music возобновляет активный сезон и замечательный мелодично-прогрессивный ремикс от Терри Далибра, греческого музыканта, выходит в свет в России. All I Narrow Skies и Skyline Drive, Contrails, небесное название, в ремиксе от Терри. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Московский музыкант Станислав Прокофьев, действующий под творческим псевдонимом, который с первого раза правильно ты, наверное, и не прочитаешь, Монтф или Монт-Даблью, записал трек Waterway для лейбла Droid 9. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Светлый нежный удар Разрушит мечты никаких простит Погибнет любовь, пройдется кровь Эта батареи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо лаборатории за оригинальную премьеру этой недели Мы начинаем нашу наиболее информативную рубрику первого часа русской кибернетики Премикшер Сегодня редакция отправляется в новый для нас город Чтобы расширить географию и узнать подробности жизни локальной сцены У нас особенный гость, к визиту которого мы долго готовились Добрый вечер еще раз, дорогие друзья Ближайший микшер русской кибернетики предвосхищает наша небольшая минут на 10-13 беседа с главным гостем программы Обычно диджей что делает? Стоит, молчит, крутит музыку или его не видно? Но в микшере все не так Так, в формате непринужденного и, надеюсь, забавного общения мы знакомимся с человеком и узнаем, зачем он это все делает И в этот раз в нашу виртуальную студию зашел пензенский музыкальный продюсер и диджей Артем Рудаков, он же Шпист Привет, Артем! Добрый день! Всем добрый день, дорогие друзья! Артем, я посмотрел, что ты на своей страничке частенько постишь цитаты великого мастера Брюса Лида и вообще неравнодушен ко всей этой тематике, почему же так? Ой, да, это вообще один из моих главных вдохновителей в жизни, один из тех, кого на пальцах можно пересчитать У меня есть некоторые великие люди, которые очень сильно меня вдохновляют и в творчестве, и в повседневной жизни это так распространяется на все, так сказать Друзья, кто бы вас не вдохновлял этой осенью и вообще в жизни, я уверен, что гостевая работа Артема вдохновит вас на дела вечерние, дневные, что бы вы сейчас вообще не делали Музыка, что прорывается сквозь наше общение, можно будет послушать уже совсем скоро и без нашей болтовни, но сейчас традиционный 7 рубрик, как и 7 нот Артем, хочется познакомиться с твоим родным городом Пензой Из достопримечательностей и известных масс-культуре в голову приходят твои земляки Егор Крит и Паша Воля, кого из музыкальных деятелей Пензы, электронщиков или там, не знаю, кого-то еще можешь назвать ты, кроме себя, разумеется Из Пензы, так сказать, уже уехал один человек, который Леонид Липелес, возможно, вы слышали о нем Разумеется, разумеется Да, и многие уже люди тоже в курсе, вот он достаточно импонирует мне так прям в творчестве Он, кстати, недавно приезжал в наш город, играл у нас Вместе с Кубиковым, если не ошибаюсь, да? Ну, нет, Кубикову привозил я А, отдельно, отдельно, да Да, это была отдельная вечеринка Из остальных деятелей, не могу сказать, если только из тех, кто вот сейчас как раз начинает развиваться и продвигаться Это Володя Борисов Сейчас кого-то еще забыл, но пока вот так вот не могу кого-то выделить Особенно из нашего города Лермонтова, если только Ну что ж, Лермонтов тоже неплохо Недавно в одной из дискуссий я прочитал такое мнение, что музыка сама по себе космополитична Неверно говорить, там, русская электроника, русский рок Или там музыка, сделанная в Москве, или музыка, сделанная в Пензе Тем не менее, у нас программа называется «Русская кибернетика» Мы каким-то образом все равно делаем геолокацию, геопривязку Нам слышится вместе с моим коллегой Евгением Сваловым Что в твоих треках много именно европейскости То есть того звучания, которое ты слышишь в хороших местах именно в Европе, не у нас Скажи, как вот это все заграничное в твоем исполнении ложится в ноги и в уши наших отечественных обитателей танцполов И вообще, что там происходит с публикой по ту сторону? Смотри, Саш, все как бы сложно в нашем городе Так как культура на низком уровне, скажу открыто Если брать андеграундную культуру, то есть хаос техно-музыку Но из нашего всего населения очень малый процент, если брать, то человек 300 Можно собрать на какого-то достойного артиста хаоса или техно-сцены Кубика у того же я вот привозил, когда в последний раз Ну там чуть меньше 200 человек было Но у нас город достаточно немалый все же И очень тяжело собрать людей В целом люди, которых мы собираем, которым нам удается собрать, они остаются довольными Посмотри, если мы говорим о бэкграунде Все же хочется получить пояснение от тебя Русская электроника и европейская электроника Есть разница все-таки или нет в контексте восприятия этой публики? Ты знаешь, конечно же, для меня такого понятия нет Так как местоположение, да, пришла хорошая электронная музыка за рубежом Она пришла оттуда, но подцепили, и мы ее тоже И уже есть русские определенные артисты Такие как Алекс Данилов и опять там Антон Кубиков Кораблев и многие другие Кто выпускает достаточно такое звучание, которое называют европейским Ну его просто так называют, это ярлык Но заблуждаться не стоит, так как творчество Это просто самовыражение И как сказал Барус Ли, если бы у человека было бы Четыре руки и четыре ноги Тогда можно было бы назвать, что стили существуют Но стиль это не может существовать только по этой причине На прошедших выходных в Екатеринбурге прошло выступление Ферри Корстона Рейв при поддержке грандов русской электронной музыкальной сцены Это Павел Хвалеев, Sensity Five, ну естественно Евгений Свалов, наш бессменный ведущий программы И по сообщению очевидцев было как-то немного людей по сравнению с мероприятиями в прошлом Хотя, казалось бы, осень, крупный город, иди танцуй, не хочу Показалось, что, возможно, сейчас люди хотят какие-то нерейвовые, уютные вечеринки Примерно такие, может быть, как и ты проводишь Вообще, лично для тебя, как посетителя, как потребителя музыки, где комфортнее? На таких вот домашних вечеринках небольших, или там какой-то рейв, чтобы ощутить? Ну, конечно, знаешь, тут зависит все равно больше от того, какое наполнение То есть может быть комфортно и на каком-то массовом, может быть комфортно и на ограниченном таком домашнем Ну или где там 50 будет человек, то, что делают сейчас, мало, конечно, куда можно там мне было бы сходить Можно и в какой-то большой клуб, но это, опять же, я говорю, зависит от того, что там будет происходить То есть и какая атмосфера будут, какие люди Друзья, я напоминаю, что в эфире русской кибернетики ток-шоу «Премикшер» И у нас в 104 выпуске в гостях диджей-музыкальный продюсер из Пензы И это Артем Рудаков, он же Шпист И вот такая цитата, фразочка от Рики я подчерпнул в Эсквайре Он говорил, если вы хотите заниматься музыкой, чтобы прославиться или заработать Бросайте это дело прямо сейчас И вот Артем, представь, что я вот такой музыкальный, молодой музыкальный продюсер Глаза горят и море по колено Я хочу переехать в какой-нибудь там, не знаю, богемный Петербург или Берлин Забуриться в коммуналку с игрушечным синтезатором Уверен, что через 6 месяцев порву Бергхайн или Тхайзор Попробуй меня тремя аргументами образумить и переубедить не делать это Отдельно кого-то вряд ли бы стал переубеждать на такой шаг Я бы, знаешь, я бы оставил То есть я бы сказал молодец, что у тебя такое желание и такие, как ставится, амбиции Но просто, наверное, если человек хороший, я бы попробовал ему объяснить, как все примерно работает И в принципе, как говорил Брюс Ли, 1% таланта и 99% труда Черт, не переубедил ты меня, придется ехать, самовыражаться А многих переубеждал такими словами Если говорить о Петербурге и Берлине, вообще надо валить? Туда ты имеешь в виду? По крайней мере, из Пензы Я думаю, что я уеду, пока не знаю куда, потому что я понимаю, насколько, чего я хочу И что здесь этого точно близко все равно нет Ну это здорово, зато сможешь приезжать в Пензу потом с гастроном Пока не могу сказать, где такое место точно, потому что все равно надо побывать сначала Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос нашего предыдущего гостя программы и задаешь волнующий тебя вопрос следующему визитеру Тебе же вопрос пришел от сочинского музыкального продюсера Альберта Черного, он же Альберт, через единичку Такой вопрос странный, конечно Какой бы российский современный артист мог бы развиться так сильно, чтобы достичь известности группы Тату? Я напомню, что это группа, девчачья группа из двух девчонок, которые пели про очень странные вещи, по крайней мере в современном контексте Но их слушали по всему миру и все знали, что они из России Кто бы это мог быть, по твоему мнению? Вот прям конкретно на вопросы отвечаю как есть На самом деле любой человек мог бы достичь этого Мы как раз об этом с тобой говорили, про 99% руда и 1% таланта То есть как бы тут зависит от желания и от жгучего желания реализовать то, что задумал Свои помыслы, с определенностью цели Чтобы продолжить нашу цепочку, пожалуйста, задай свой вопрос гостю нашей следующей программы Ну а что для вас является музыка? Чем она служит? Окей, я задам этот общий вопрос Просто я даже думал, я этот вопрос еще задал для того, что знаешь, у меня есть такое свое мнение Что люди все равно не до конца даже осознают, а только подсознательно получают некоторые вещи от музыки Но музыка это очень-очень серьезная глобальная вещь Она очень сильно влияет на людей, вообще на жизнь людей Хорошо, я постараюсь задать этот вопрос в первозданном виде И послушаем, что ответит нам наш гость И наша традиционная игрушка это музыкальный блиц-опрос Необходимо быстро выбирать одно понятие из двух предложенных, которые наиболее близко тебе Готов? Давай Опера или балет? Балет А танцевать или слушать? А и то, и то нельзя? Ну ладно, танцевать Отлично! Танцевать на рейве среди сотен людей или на малом танцполе среди друзей? Вот опять нельзя все выбрать Будем все-таки склоняться к тому, что чуть-чуть я получше люблю, но давайте малое количество людей В путешествии на пляж или в горы? Вопросы прям вот разрывные Приходится выбрать все, что я люблю Из того, что я одинаково люблю Давайте сегодня сходим на пляж И последний вопрос Любовь или карьера? Любовь Прекрасно! Таким образом, любовь побеждает И мы узнаем о нашем госте даже чуть больше, чем предполагали в самом начале И у нас осталось совсем немного времени до перехода к прослушиванию работы нашего гостя И последний вопрос капсула времени, Ар Представь, что у тебя есть возможность отправить послание жителям через 50 лет вперед, в 68-й год Что бы ты им сказал? Что мир и любовь правят миром Они такие открывают эту капсулу Ура! Класс! А что можно было бы пожелать нам в сию секунду в этот момент, слушателям осени 2018-го? Побольше треков, которых я называю трушными Ну а если говорить с более рожженным языком То есть, ну, побольше музыки, которая действительно влияет на вашу жизнь Очень! Я слышу такую восточную мудрость Когда... Да, это вот для меня... Это понятно, но ничего не понятно Артем, спасибо тебе большое за беседу И мы буквально уже готовы слушать твою работу Спасибо тебе большое, будем на связи Спасибо вам, спасибо всем Всем мир и любовь Друзья, буквально через минуту мы полностью погрузимся в гостевую компиляцию Артема Во втором часе нашей программы и диджейском спецпроекте Микшер русской кибернетики Где уже без долгих разговоров Посвятим время непосредственно музыке Не отлучайтесь надолго Национальный клубный проект Русская кибернетика 10 лет в эфире Юбилейный сезон Субтитры создавал DimaTorzok